всем доброго времени суток сегодня мы с вами будем заниматься окрашиванием сантехнического льна для дальнейшей высадки его на работу для заказной работы вот это он мне на данный момент очень сильно необходим я буду здесь озеленять буду делать три оттенка поэтому я взял три части окрашивая его обычной гуашью и объясню сейчас почему я пробовал окрашивать акрилом художественным но зачастую акрил слипается и не дает того эффекта который мне необходим поэтому я начал использовать обычную гуашь чем она хорошая сейчас попозже объясню берем наш гуашь я не знаю мы берем зеленый оттенок желтый возможно немножко красного хотя там уже есть берем воду немножечко распушаем пучок хотя это не обязательно так видишь желательно вот берем наш пучок выбираем необходимый нам цвет какой мы хотим то есть я сейчас хочу немного коричневатые зеленоватые желтоватые все это вместе смешать не бойтесь экспериментировать то есть вот она смешивается прям сразу это будет нас желтоватый оттенок поэтому максимально берите даже немного ярче потому что в будущем когда мы засунем это все действовал микроволновку для быстрого высыхания моментально после этого немного ваш будет осыпаться после такого тормошить в руках и немного потеряются цвете но сейчас мы все это увидим чем хороша гуашь чем мне нравится гуашь тем что ей покрасить равномерно невозможно то есть трава все равно будет иметь разные оттенки потому что смешивание цветов она происходит непосредственно в разных слоях это очень хорошо на вторую сторону и также выкрашиваем тут не обращать внимание на то что там где-то она желтее снизу сверху зеленее на все равно все будет еще делиться на пучки и вы не сможете угадать где будет вверх и денис поэтому окрашивайте как есть по факту потом уже можно будет разбираться с этим где вверх и денис и прочее это вот у нас получается прям яркая красивая летняя травка сочная есть уже окрашена у меня в коричневый оттенок это подсохшая трава ее если есть желание можно смешивать вообще трава как мной изготавливается то есть я делаю 3-4 оттенка впоследствии их смешиваю так переворачиваем впоследствии их смешиваю между собой прям и и уже использую на работе поэтому даже если вы где-то сочтете что вы не угадали с оттенком можно будет всегда перемешать светлое с темным получить что-то среднее по аналогии с флоком флок также используется вот смотрите я считаю что вот этого мне уже достаточно то есть такая такой вот такой цвет такая интенсивность мне достаточно я беру вот эту вот вещь и на несколько минут стала микроволновку ждем спустя несколько минут наша трава микроволновки полностью высыхает получается такая у нас мочалка чтобы эта мочалка приняла финальный вид просто сменять ее немножечко потрясаете и лишний гуашь она сыпается лишний гуашь сыпать на что-то осталось такого цвета желательно делал где-нибудь на балконе на улице потому что пыль вот принципе наша трава приняла финальный вид нет слипшихся комков все отлично выглядит поэтому сейчас мы приступим к следующему цвету предварительно вымыв нашу крышку вот это вот эти пучки можно уже смело нарезать и использовать а если бы это был бы акрил сейчас это все слиплось бы в мочалку и разделить это было абсолютно невозможно акрил можно окрашивать только отдельными прядями чтобы он не слипался поэтому я использую уже давно гуашь видите абсолютно ничего не слиплось а если еще выйти обтрясти обстучать и вот такая трава у нас выходит сейчас будем делать более темный оттенок но я думаю смысл показывать весь процесс уже нет смысла понятия буду показывать следующем видео уже процесс высаживания на основании всем кого видео оказалось полезным ставьте палец вверх подписывайтесь на новые видео не забывайте нажимать колокольчик чтобы не пропустить что-то новенькое всем пока а у а у и у и у до